9 мая по главным улицам Караганды проехали автомобили и мотоциклы, украшенные в лучших традициях празднования Дня Победы. В Центральном парке состоялся парад ретро-автомобилей. Машина времени перенесла каждого зрителя на десятилетия назад. Подробности в сюжете Фаризы Аулбаевой. Здесь можно было лицезреть ретро-экспронаты, возраст которых почти 80 лет. Горожане могли не только полюбоваться раритетами на колесах, но и сесть за руль. Здесь можно было встретить американский ретро-автомобиль Уиллис времен Второй мировой войны. Сюда он попал прямиком после реставрации. Достойную компанию старичку составил ГАЗ-67, а также «Зеленая Победа» 1955 года. Стоит отметить, что все представленные ретро-кары на ходу владелец Победы Станислав Полудинский говорит, что машина досталась ему от деда. Тогда он получил ее по талону. Автовладелец отмечает, машина лучше, чем другой любой навороченный автомобиль. «Засадишься в нее и чувствуешь это. Машина времени. Возвращаешься в прошлое. 60 она больше в принципе не едет. Там три скорости. Раньше же не было скоростей таких больших. Мягко идет вообще, мягко очень. Мягче, чем, наверное, Мерседес, наверное. По этим явам проходит, вообще не чувствуется». Всего было представлено порядка 10 ретро-автомобилей. Интересно, что салоны многих авто сохранили аутентичность советского времени. В них чувствовалась история, душа. Приходило понимание, что для некоторых семей их машины стали реликвии, которые они передают из поколения в поколение. Акция проходит 2005 года и с каждым годом число машин растет. Разнообразие раритетных двухколесных транспортных средств стало еще одной изюминкой нынешней акции. Среди них были представлены советские мотоциклы марок М-72, Иш, Юпитер, Ява, первый советский мотороллер, Вятка. Самый ранний год выпуска представленной мототехники – 1958. Самый поздний – 1990. Общее количество ретро-мотоциклов составило больше десяти. «Народу интересно показать свою технику, что сохранилось от дедушки или от бабушки, что нашлось в гараже. И люди показывают с удовольствием, и мы приезжаем каждый 9 мая». Карагандинцев, ставших свидетелями движения огромной праздничной автоколонны, немало впечатлило увиденное яркое зрелище. «В общем, отлично все. Класс. Супер». «Нравится, прикольно. Интересные старые машины, которые прошли войну». «Да, я почти вернул свое время, посмотрел на эти машины. Молодость вспомнил. Очень прекрасные машины». «Мне нравится она, потому что день победы сегодня. И все наши дедушки и бабушки, они победили. И больше никакого зла не будет». Желающих посмотреть на автомобили не убавлялось. Выставка простояла под открытым небом довольно долго. Владельцы делились секретами ухода за своими машинами, раскрывали истории и еще долго отвечали на вопросы любопытных. Порезал Баева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.